Дорогие друзья! Мы часто слышим, почему так быстро лето пролетело. Может от того, что слово «лето» легкое, созвучное словам «полет», «летать»? Но все проще. Хорошего всегда мало, в отличие от неприятного. Отсюда лето кажется коротким, а поздняя осень, из-за плаксивой серости, делается невыносимо долгой. Каникулы закончились, но настроение на нашем канале прекрасное, в отличие от настроения большинства вынужденных приступить к учебе. Ну, ребята, предлагаю так называемую «морковку» для повышения тонуса. Просыпайтесь с мыслью, каждый учебный день приближает вас к осенним каникулам. А мы радуемся новым встречам с вами, своим интересным задумкам и планам. И мы уже действуем. Открыли свой канал в сети Телеграм. Рекомендуем подписаться. Там у нас много чего будет интересного. А сегодня вы услышите... Кстати, о цифрах в двух словах. Да, именно. О единице, двойке и так далее. Привычное повседневное понятие. Но почему, помимо арабских, есть и римские числа? Полюбопытствовал. И что оказалось? Когда в древности возникла потребность в счете, под рукой у человека оказалось только одно вспомогательное средство. Правильно. Это была рука. Вернее, пальцы. На вопрос, сколько видел динозавров, поднималось, к примеру, два пальца. Сколько поймали? Один палец. Именно пальцы послужили прообразом возникших позже пометок в виде прямолинейных черточек. Одна черточка – один, две, два и так далее. Древний Рим взял этот способ на вооружение. И человечество получило римские цифры. А привычные повседневные цифры откуда? Арабы подарили. Почти правильно. Уточню. Они их завезли в Европу в 15 веке. Но автором арабских цифр является Индия. Вот уж Индия – действительно страна, полная загадок и необычайных открытий. Небольшое недоумение по поводу выбранной мной темы развею. Речь о математике, уравнениях, графиках далее не последует. Зато мы поделимся с вами необычным подходом к цифрам. Посмотрим на них, сухих и безликих, глазами нашего автора Ольги Гайдай. Итак, слушаем притчу о цифрах. Один городок был необыкновенно хорош. Настолько хорош, что породил у многих желание им завладеть. И неважно, каким путем – захватить. Захват признается историей самым быстрым и эффективным способом достижения подобных целей. К тому же, количество жителей этого городка было мизерным. Всего десять. Это предполагало практически полное отсутствие сопротивления и легкость в завоевании. Теперь познакомимся поближе с обитателями данного уголка. Для более глубокого понимания образа каждого будем представлять их группами. Первая состояла из единицы и семерки. Порой они весьма неохотно, со скрипом, допускали к себе четверку. Когда вышагивала эта пара, издали становилось ясно. Шествуют ученые-мужи, и речи ведутся о мудром, высоком. Между нами единица всегда считала семерку, не дотягивающей до соответствующего уровня. Что не говори о наличии у семерки верхнего козырька, сужала кругозор, придавала некую зашоренность в замыслах и свершениях. Семерка, в свою очередь, но глубоко в себе, уличала единицу в чрезмерной и безоглядной устремленности вверх. Это являлось порой крайне нежелательным, поскольку допускало вероятную возможность упустить что-то архиважное и значимое. Но при всем том, совместные прогулки единицы и семерки впечатляли. Много места на тротуаре они не занимали. Да и к чему? Разве сравнимы жалкие отпечатки на земле со следами в небесном, оставляемыми острием их ума? Четверка, припрыгивая на одной ноге, подобно букашке, землю тоже особенно не затаптывала. Но утолщенная талия мешала ей сосредоточиться на возвышенном. Она суетилась между единицей и семеркой, и те снисходительно ее терпели из-за лакейской услужливости предоставлять себя в качестве стула. Второй, не менее заметной парой, были двойка и пятерка. Блистательный, яркий образ, красивой, пользующейся поклонением, восхищением пятерки, не сходящей с глянцевых обложек ведущих модных журналов. И полный ее антипод двойка, все мыслимые и немыслимые потуги которой не могли даже на йоту пошатнуть устоявшееся зацементированное мнение, что она всего лишь перевернутая с ног на голову, жалкая, блеклая тень успешной подруги пятерки. Эта мысль пожирала двойку. Страшная штука зависть лишала сна и аппетита. Спасение она находила лишь в грезах, о пришествии новой эры, эры низвержения пятерки, спьедестала и ликующих возгласов толпы, возводящей на трон истинную королеву, двойку. Эта картина была хоть и слабым, но единственным для нее утешением. А вот восьмерка и тройка были абсолютно успешной парой. Восьмерка долго и упорно работала над собой, добиваясь максимального совершенства. И в этом достигла апогея, одержав победу в конкурсе, на право стать символом вечности. Тройка, незнакомая с чувством зависти, искренне радовалась успеху подруги и довольствовалась малым. Пусть она и не полная восьмерка, но уж точно ее половина. А значит, гипотетически, и половина вечности. А со временем, кто знает, вдруг подрастет до целой. Мечта явно шла параллельным курсом с реальностью, но согревала. Что касается девятки и шестерки. Они слыли близнецами-перевертышами, поглощенными и покоренными спортом. Отдавались ему беззаветно и радостно, оттачивая свое мастерство на татами. Глядя на эту борющуюся парочку, практически невозможно было различить, где чьи голова или туловище. Жизнь свою они очень любили и считали себя абсолютно счастливыми. «Спросите о нуле» «У-у-у! Это был мальчик для битья». Объект шуток, когда простых, а порой обидных. Посмотрите, кто идет. И глазу не за что зацепиться. Сплошной круг. Абсолютное ничего. Пустота. Ветерок подует и покатится, как верблюжья колючка Из общего внимания выпадало то обстоятельство Что как раз при грозах, ветрах, бурях Рядом оказывался именно ноль Не будь его, унеслись бы жители городка в неведомые дали Где их не знали и не ведали, кто они и зачем нужны Ноль придавал цифрам мощь и силу Делал их достойными соперниками, стихиям и обстоятельствам Никем не замечалось умение нуля все вокруг сгладить От торчащих кустов, выбоин в мостовой До разгорающихся между жителями споров и ссор Накал страстей гасился обнулением Все приводилось в равновесие Виноватые спешили с извинениями Обиженные дарили прощение Когда же к этому уютному, зеленому, благодатному городку Добрались захватчики То они жестоко просчитались Ноль выстроил всех жителей в ряд И стал в конце Тем самым превратив миллионную численность войска В миллиардную Это было не просто много, а очень Враг тут же отступил И свои коварные планы оставил навсегда А мир цифр продолжил свое бытие В полном благоденствии На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Всего вам доброго До новых встреч